Всем привет, дорогие друзья! Мистер Лифтов с вами. Сегодня 12 октября 2022 года. Мы с мамой в горсаду гуляем, собственно говоря. Я сегодня пошел в Укрсиббанк, получил карточку, которую на меня оформил Институт связи. И, собственно, моя первая стипендия. Там было чуть меньше, чем 1500 гривен. Хотя должно было быть 1900-2000. Ну, скорее всего, это обусловлено тем, что третий курс начал не с 1 сентября обучение, а позже. Наверное, с этим это связано. Ну, в общем, я уже многое потратил. 900 гривен я уже маме отдал, потому что я до этого взял же эти деньги у нее, так сказать, в кредит. Купил там себе радиоприемник и фонарик для своего велика задний и передний. Ну, и аккумуляторы, собственно говоря. Ну, и, короче, 900 у меня уже вылетели. По сути, у меня осталось только 500 гривен. Ну, и, в принципе, я решил, что откладывать их так себе. Вообще, я копил на игровую приставку за 4500 гривен. Такая игровая приставочка портативная. Ну, короче, это мультимулятор, который позволяет запускать самые разные игры 90-х, начала 2000-х. Ну, в общем, короче, я пока решил просто прогулять эти деньги. Мы пойдем сегодня в пиццерию с мамой, купим какую-то пиццу и все. Да и вообще такая вот есть примета, что первую там зарплату надо прогулять. Ну, наверное, так и сделаю, в принципе. Прогуляем, отдохнем и вот как-то так. Пока гуляем по городу. Все, только дай бог, чтобы было все спокойно и мирно. Привет, друзья. Как я уже сказал, я свою стипендию первую потратил не только на пиццу и на аккумулятор и фонарик для велосипеда. Я еще купил себе вот такой вот радиоприемник. По сути, это FM-радиоприемник, музыкальный плеер и радио. Ну, я и сказал, FM-радиоприемник, музыкальный плеер... А, и Bluetooth-колонка, да. Он еще... Можно подключаться по Bluetooth-у и передавать сюда звук. Для того, чтобы воспроизводить музыку, здесь есть разъем для USB-флешки. Вот. И есть еще разъем для карты памяти. Она у меня уже даже установлена. Вот. Вот такая вот на 8 гигабайт. Так, чисто для проверки. Да 8 гигабайт на музыку хватит, в принципе. Ну, кому как, по крайней мере, мне хватает. Посмотрим повнимательнее, что еще здесь есть. Два переключателя. Один включает... Да что же с фокусировкой такое? Один включает сам приемник, другой включает фонарик сбоку. Вот, собственно, сам фонарик. Здесь находится колесо регулировки громкости. Ой, совсем мне не нравится эта фокусировка. А что ж ты делать будешь? Вот. Вот здесь у нас колесико громкости. Это нет. Это не порт для наушников. Это порт для подключения солнечной панели в качестве зарядки, которой в комплекте, разумеется, нет. И мини-USB разъем как раз-таки для зарядки, если вы используете аккумулятор. Аккумулятор здесь вот такой, в комплекте Шелк Бэйл 5С от Nokia. 3,7 вольта на 600 мАч. Но вместо вот такого аккумулятора можно использовать также элементы питания 2А. Как металлогидридные аккумуляторы, так можно использовать и обычные классические одноразовые батареечки, в принципе. Ну, давайте начнем, конечно, с аккумулятора. Вставляем. Вот, собственно, крышка. Но я пока закрывать не буду. Мы еще проверим, как он работает от батареек. Так, сразу сделаем потише. И давайте проверим вот фонарик. Вот он, пожалуйста, светит. Теперь включим сам приемник. Записал музыку Ост из игр разных. Думаю, на нее точно контент ID агриться не будет. Так, теперь переключим режим. Это радио сейчас работает. Можем выдвинуть антенну. Здесь светодиодный дисплей, который отображает, на каком канале радио мы сейчас находимся. 91,8. Радио Шансон. Я имею в виду 2 дни, 4 тысячи дней, не месяц. Российская драматичная. И на тревогу от Украины уже 232 дни. 232 дни после 8 лет. А это режим блютуз. Вот мигает БТ. Нужно подключиться по блютузу. Можно связаться по блютузу с телефоном, с компьютером без проблем. И передавать звук на эту колонку, собственно говоря. Еще здесь есть режим SOS. Если нажать и подержать вот эту кнопку. Вот, включается режим SOS. Так. Сейчас играет музыка из Соника, собственно. Можно настроить повторение. Одно повторение. Все. Так. Пауза. Продолжить. Перемотка. Нажимаем и держим. Также можем переключаться по номеру песни. Ну да. Теперь. Также в радиоприемнике можно тоже переключаться вот этими цифрами. Например. Хотели бы видеть мир, построенный на конфликте десяти... Это бы Китаю. Китай сейчас в меньшей степени. Поэтому... Насчет какие музыкальные файлы этот приемник воспроизводит. Он воспроизводит музыкальные файлы MP3. Что касается требований к самому носителю. Это может быть флешка или карта памяти, отформатированная в FAT32. Это обязательно. И вся музыка должна находиться в корне. То есть, вот в корневом каталоге данного носителя. Сортировка по папкам нет, нельзя. Он будет видеть только ту музыку, которая находится в корне данной карты памяти. Так, ну что еще? Давайте попробуем вместо аккумулятора поставить обычные одноразовые батарейки. Так тоже можно. У меня остались еще старые Duracell батарейки. Они до сих пор еще живы. Прикидывайте себе. Да, Duracell очень хорошая фирма, выпускающая батарейки. Это не реклама, если что. Просто говорю как есть. Так, и вот мы переключились в режим Bluetooth. Хотя сначала он должен с музыки начать. Ага, блин, я вынул карту памяти. Ну да. И все работает без проблем. Там, где можно разрушить, там, где можно управлять, там, где можно сломать что-то. Фонарик. Можно включить и приемник, и фонарик одновременно. А если на ходу подключить карту памяти, он ее увидит? Когда мы встречаем? Waiting for the Perry. Карта в России? Нет. А если перезагрузить? Music. Waiting for the Perry. Эмс. Что-то он капризничает. Что-то он не хочет карту памяти читать. Если еще раз перезагрузим. Music. О, теперь работает. В общем, вот такая вот приемник, собственно говоря, который работает как на аккумуляторе, так, собственно, и на батарейках. Антенну вот эту, кстати, можно там поворачивать, например, искать, где будет лучше ловить сигнал. В общем, хорошая штука за небольшие деньги. Неплохой такой вот приемничек, который и радио можно послушать, и как блютуз-колонку можно использовать, и так же, как и музыкальный плеер можно его использовать. В принципе, там где-то в дороге послушать музыку, там на природе. И почему бы и нет. Вполне хорошая себе вещица за вполне скромные деньги. Все. На этом у нас пока что все. Спасибо за просмотр. Собственно, пока. Субтитры сделал DimaTorzok